Всем привет, это Кеос. В этот раз будет не видео о сделках, просто хочу поговорить про теорию спроса и предложения на финансовых рынках. Многие, кто начинают, немножко плавают в этом, как и я, в принципе, когда только начинал, для меня эта тема была удивительная и интересная. То есть я полностью всё своё мировоззрение пересмотрел, то, как я по книжкам учился, трейдингу, и как там всё это объяснялось, как рынок работает, и как там с точки зрения спроса и предложения оказалось, ну, как, по сути, как на самом деле оно и работает. Вообще, я помещу картинку, чтобы хоть что-то было, но, как бы, графиков не будет. Так, так. Там, и так далее, ну, то есть, магия, волшебство, там, а если не это, то какие-то зломные маркетмейкеры манипулируют ценой, и так далее, что, как бы, ну, в общем, такое вот представление, что биржи, там, вот эти все финансовые рынки, не имеют никакого, ничего общего с тем, как это происходит в реальной жизни, как там в магазинах торгуются, и как, ну, как в жизни, там, на рынке спрос и предложения, что, как бы, и мне вот, было вот интересно для меня, это как было открытие такое, притом, при том, очень большое. Ну, когда разобрался, для меня спрос и предложение стало уже, как само собой разумеющиеся. Я уже, как бы, мне уже было не так интересно участвовать в разговорах на данную тему. Ну, как бы, это больше как теоретический материал, можно сказать. Ну, мне было все понятно в этом вопросе уже. Я уже, как смотрю на рынок, на рынке, именно с этой точки зрения, и какое-то другое, вот сейчас я себе даже и представить не могу, что, как я вообще раньше по-другому думал. Ну, конечно, я, как бы, объяснял людям, которые этим интересовались тоже, как я. Ну, то есть, именно, кто не поспорить хотел, что, типа, нет, там, market maker, всем правят, там, или вот магия, там, или там какой-то один кто-то там сидит, всем рынком управляет, волшебной палочкой и прочее. То есть, ну, как люди, вот, типа меня, кто, как бы, столкнулся с этим, еще, как бы, не понимают этого и пытались разобраться с теми. Я, как бы, общался, я пытался им объяснить, как, что это, на самом деле, но избегал с теми, вот, кто, вот, как раз именно поспорить, там, что, вот, свою точку зрения, как, с его точки зрения работает рынок, как бы, ну, мне, скажем так, не очень интересно, как, там, с точки зрения лунных фаз рынок функционирует. Ну, потому что это не так. Ну, надеюсь, этот мой монолог поможет кому-нибудь понять, как, на самом деле, работают рынки, и где там спрос и предложения. Вообще, вот, прежде всего, надо определиться, то есть, рынки, на рынках царит законы спроса и предложения, либо что-то другое. То есть, если законы спроса и предложения, то все в уровне надо, и там будет, они будут понятны и логичны, и все. А если ты считаешь, что там что-то другое правит, маркетмейкеры, магия и прочая фаза луны, то, как бы, ну, смысла уже нет. То есть, либо с точки зрения присмотреть на свое видение, ну, либо не пытаться объяснить уровни, там, с точки зрения фаз луны, как там лунные фазы влияют на цену. Вообще, как бы, на мой взгляд, люди часто рынок делят, ну, с точки зрения, либо магия правит рынком, либо маркетмейкеры манипулируют ценой, как захотят в любой момент. Ну, вот, например, уровни Fibonacci, ну, то есть, ничего не хочу сказать, там, плохого про эти уровни Fibonacci, они могут, и, если их там правильно использовать, скажем так, то можно ими пользоваться, и будет все нормально. Ну, как бы, ну, вот, как теория Fibonacci, о книжке читал про уровни Fibonacci и прочее, там было обоснование того, что происходит, с точки зрения, там, ну, можно сказать, магии, ну, то есть, не магии, там, законы природы, вот, там, рассказывалось, там, типа, вот, у ракушки, там, ракушка забивается точно такими же, там, спиралями, как уровни Fibonacci, там, вселенная, точно так же, что там, у цветочки, там, у цветочка, там, то же самое, и, как бы, и делаются выводы. Это раз ракушка так заборачивается с помощью, учитывая, там, числа Fibonacci, ну, соответственно, и цена действует по этим уровням, Fibonacci должна ходить, то есть, реагировать на них, то есть, неважно, спрос, предложение, неважно, просто, ну, так, закон природы, все, неважно, закон природы, все, цена вот так вот должна ходить. Картофан, ты продаешь, все, он будет, у тебя цены будут зависеть от чисел Fibonacci, и, неважно, спрос или предложение, ну, то есть, как вот такая вот точка зрения. Я, кстати, помню, был на одном, ну, еще, когда только я столкнулся, то есть, как с индикаторов, и вот это, вот, как бы, все лабуды, перешел на price action, то есть, это мои первые были, ну, я тогда еще интересовался разными, там, подходами, еще уровни спроса и предложения, по-моему, тогда еще не знал. Только price action, пин-бары, там, и прочее, и, и был на одном вебинаре, там, не знаю, не помню, человека, как бы, и он рассказывал про уровни Fibonacci, и, как бы, суть, так, ну, то есть, все вот это, там, с точки зрения магии и прочее, и, как бы, вопрос, а, вот, еще и там, как бы, вот, помимо магии, когда люди сомневаются, как бы, ну, типа, ну, наверное, это не так, приверженцы Fibonacci начинают говорить, что, типа, вот, они работают, потому что все ими пользуются, то есть, ну, все стали пользоваться уровень Fibonacci, и поэтому на них цена реагирует, ну, это тоже, ну, такое себе, как бы, объяснение, ну, в общем, вот, и на этом вебинаре человек, вот, когда он про Fibonacci рассказал, а потом, типа, а если вы запишетесь ко мне на обучение, я вам расскажу новые числа, еврейские числа, которые буквально недавно, в каких-то раскопках в Иерусалиме раскопали, ученые, и под ним цена, на них цена реагирует практически 100% времени, то есть, Fibonacci, это уже, это уже прошлый век, это уже не то, а вот какие-то магические еврейские числа откопали, вот на них цена реагирует уже, вот, ну, типа, запишитесь ко мне на обучение, я вам расскажу про эти числа, ну, как бы, я уже тогда скептически к этому относился, ну, такое, как, повеселило меня такое, как бы, секретные, секретные еврейские числа, если кто знает, напишите их, будем эту магию использовать вместе с уровнем спроса и предложения. Ну, а другая группа людей, которые считают, как работает рынок, они думают, что на рынке кто-то один управляет всем, то есть, маркет-мейкер, он знает, где какие ордеры расположены, и он этим пользуется, и он управляет, и он может в любой момент цену развернуть, где ему захочется, там, повернуть, там, всякое разное, там, продолжить ее движение и прочее, ну, то есть, как, другими словами, рынок, опять же, не действует, на него не действует ни спрос, ни предложение, ничего, то есть, кто-то им манипулирует постоянно, то есть, это не свободный рынок, и к закону спроса и предложения он не имеет никакого отношения. Ну, это, на самом деле, невозможно такое, допустим, на том же рынке Форекс, где, там, 100 миллиардными обороты и прочее, ну, то есть, это, как это, должен мластерин мира какой-то сидеть и всей этой валютой мировой управлять, то есть, у него, там, должен быть безграничный кошелек, там, в сотни и сотни миллиардов долларов быть. Ну, нереально такое. Ну, многие, когда они понимают, что на рынке царит законы спроса и предложения, они как бы это понимают, но часто еще путаются, потому что они смотрят на этот спрос и предложения с точки зрения какого-то одного спекулянта, то есть, как вроде бы и спрос и предложения на рынке действует, но ими манипулирует какой-то спекулянт, то есть, не продавец конкретный, не конкретный покупатель товара этого, чего-либо, а спекулянт, который продает, чтобы потом купить, покупать, чтобы потом продать, ну, такое. Там на рынке много спекулянтов, и они как бы ликвидно создают у рынка, но не они цену двигают, то есть, не они как бы создают все вот эти вот уровни. Мы ищем, где конкретные там банки, финансовые учреждения и прочее входят и выходят, то есть, вот их уровни мы ищем, то есть, это вот они реальные, скажем так, люди, которые создают спрос и предложения. Ну, вот, например, часто, как бы, в группу, когда в фейсбуке приходят, вот, бывает, нередко, в принципе, и довольно часто у людей, я бы сказал, даже наиболее чаще всего пытаются объяснить спрос и предложения, вот эти вот уровни, что якобы, как, допустим, идет накопление позиций, скажем, ценовой коридор, в нем идет накопление позиций, то есть, какой-то крупняк покупает, ну, скажем, или продает, скажем, на уровне предложения в верхней части коридора, он продает, 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 то есть, набирает свою позицию, и, типа, а потом, то есть, набрал он свою позицию, и, типа, вот, и мы должны тоже там войти, там же, где и он, и его уровень, вот этот вот, сотню уже там, раз 5-6, который протестировался, уровень предложения там, типа, мы там же входим, но цена выше не пойдет больше, потому что он будет защищать свою позицию, то есть, он напродавал, напродавал, а теперь он заинтересован в том, чтобы цена только падала, и он не заинтересован, чтобы она выше этой, там, его уровня ценового поднялась, соответственно, когда цена опять поднимется, он будет там опять кучу денег вкладывать, лишь бы она не пошла, вышла, лишь бы вышла, не пошла, пусть только вниз, вниз, иначе он не получит прибыль, ну, то есть, это как, это с точки зрения какого-то огромного спекулянта, который в состоянии манипулировать рынком, то есть, он один там сидит и всех там заставляет, скажем так, не дает никому там цену поднять, ну, это, как бы, ну, это тоже неправильно, как бы, с точки зрения спроса и предложения, такое невозможно, и такое поведение, оно нелогично, если ты продавец, ты никогда так не будешь поступать, ну, например, если я так действую, допустим, я продаю картошку, я буду действовать вот таким же образом, то есть, я продаю картошку за 100 рублей, ведро картошки 100 рублей, ко мне идут покупатели, то есть, спрос большой, они идут, идут, там, покупают, у меня, я им все за 100, за 100 уже очередь стоит большая, ко мне, там, другие, кто тоже продает, они тоже за 100 рублей продают картошку, то есть, и вот, вот, как реальный продавец поступит, он видит, у него огромный спрос на картошку, на его, неужели он будет продолжать цену держать на 100 рублях, то есть, он, типа, я продаю за 100 рублей, теперь я напродавал, я уже до этого много продал картошки, там, я уже 10 мешков картошки так продал за 100 рублей, все, все, я теперь буду держать ее, я буду защищать свою позицию, ни в коем случае я не позволю цене подняться, я не буду поднимать цену, нет, все за 100 рублей картошку, и все, и неважно, там очередь в 200 человек на соседнюю улицу, там, с цвета картофана, нет, все, я не буду цены поднимать. Ну, как бы, а реальный продавец, на самом деле, он увидит, у него спрос большой, людям нужна эта картошка, то есть все хотят кушать, и все, он поднимет, он до 110 поднимет цену, спрос, если не упал, он до 120, 130 и так далее, то есть до тех пор он ее будет повышать, пока его устраивает вот это вот количество людей, которые к нему идут. Ну, когда он, допустим, раз выставил картошку за 200 рублей, а она за 200 рублей, ну, нафиг никому не нужна такая, она слишком дорогая, то есть, ну, никто не будет ее брать, ну, естественно, что он будет делать, продавец, он цену снизит, естественно. Ну, то есть, как вот в реальной жизни, с точки зрения использования приложения, как это происходит, и как, допустим, делал бы человек, который накапливает позицию свою, а потом ее и защищает там, ну, то есть, ну, как я буду, я продаю картошку за 100 рублей, я буду накапливать позицию, но если там огромный спрос, я подниму цену, все, там, на графике это выглядело бы как рост цены, там, возможно, скорее всего, даже импульсный, такой, сильный, до следующего, до следующей моей цены, которая меня устраивает, все, а когда она перестанет устраиваться, цена начнет падать, потом она начнет падать резко, если, допустим, за 200 рублей никого нет, как бы, цена не будет там стоять на этом месте, потому что, ну, как она не будет стоять, я предлагаю, это картошка, никто ее не берет, естественно, там, цена будет ниже, и на графике она будет резко на движение вниз выглядеть, и когда в следующий раз цена, если поднимется до 200, это, как бы, никто опять ее брать не будет, она опять упадет вниз. Это, например, представить, что я, например, торгую нефтью, я рост нефть, вот, допустим, вот, как на картинке, которая картинка прилепила, чтобы она хотя бы какой-то фон был, вот, как на этой картинке, это, это график нефти, его там стрелочка показана, цена 100 долларов, то есть, я рост нефть, я продаю нефть за 100 долларов, и, как бы, и все, я начинаю набирать там позицию, ну, что, неужели я буду ее там набирать, набрал я по этой позиции за 100 долларов, и буду ее держать, зачем мне ее держать, если огромный спрос, если цена, если спрос большой, я могу цену поднять, и ее точно так же будут брать, в таких же количествах, то есть, я ее, раз я поднял до 130, то есть, я не буду ее там держать на 100 долларов, и ни в коем случае выше я не подниму, столько 100 долларов, все, я, если я там начал продавать, значит, я там буду продавать, я буду защищать эту позицию, естественно, я ее подниму, ну, как она, вот, на графике это и видно, что огромный спрос был, и все, и цена выросла, у него, допустим, почему она стала падать, потому что спрос вырос, ну, то есть, спрос такой, спрос, по идее, такой же и остался, вот, на 100, там, 20 долларов, скажем, но по этой цене, 120 долларов, это огромная цена, то есть, себестоимость нефти, там, у нас, там, вроде бы, сколько там, 10-20 долларов, там, себестоимость нефти, наши, там, российские, американские, сланцевые, что там, 40 или 60 долларов, себестоимость, и, как бы, а тут 120, на рынок, хлынули все, кто только мог, все там, кто мог добывать нефть, они начали добывать, в США даже закон отменили, там, у них был какой-то закон, стратегический, о запрете добычи нефти, так они его отменили, потому что, по такой цене, ну, грех не начать торговать, они там, начали все это торговать, плюс санкцию нефть, стали добывать, потому что она стала, очень выгодна, и все, как бы, огромный напульт предложения, а спрос остался тот же, и, пожалуйста, цена, естественно, упала, потому что, куча этой нефти стала, которая, нафиг никому не нужна уже, была, тот же Китай, он, как бы, у него экономический рост приостановился, и все, уже, как бы, его, он не стал брать, и США, они, свои, не, свои внутренние добычи, уже обеспечили себе, спрос свой, а саудиты продолжают, то же количество добывать, ну, то есть, вот график показывает, что, как раз, именно спрос и предложения, все это, формулирует, цена, формулирует, скажем так, то есть, никто там не сидит, какой-то крупняк один, то есть, я крупняк, я рост нефть, или я там, саудовский какой-нибудь, шейх, я вот крупняк, я вот сижу, нет, я вот по этой цене выше, не допущу, естественно, я допущу, я буду рад, если она будет еще выше и выше, подниматься, то есть, я не буду там какую-то свою позицию, защищать, прочее, или тот же там покупатель, он не будет там, вот я хочу по 100 долларов купить, они же, я не буду покупать, я купил за 100 долларов однажды, и теперь я буду защищать эту цену, естественно, а если я покупаю, я буду заинтересован, чтобы ее там за 40 долларов купить, ну и так далее, с тем же биткоином, та же самая картина, то есть, когда биткоин там, не помню, сколько он там, а он 25 тысяч долларов, один биткоин стоил, вырос до такой цены, а потом резко упал, так там то же самое произошло, когда цена поднялась на биткоин, до 25 тысяч, стало выгодно его манить, то есть, электричество уже не так, уже окупалось, и электричество, и закупка этих видеокарт, и прочее, и все, и все ринулись их манить, все, кому не лень, все, у кого там были деньги, чтобы это, начать все это дело, там эти всякие фабрики, эти майнинги создавать, и все, огромное предложение, выплеснулось на рынок, этих биткоинов, его там завалило, и все, естественно, цена упала, ну, кстати, наши уровни спроса и предложения, которые, собственно, нам в статьях, да, видео рассказывает, там, которые мы обязательно используем, когда ищем, вот они все, нам показывают, какой-то кусочек спроса и предложения, например, резкий рост, означает, что там дисбаланс, то есть, если там резкий рост, от уровня спроса, означает, что там не было уже продавцов, было куча покупателей, продавцов не было, естественно, покупатели, они пошли покупать, по более высокой цене, то есть, им предлагают продавцы, по более высокой цене, и те, кто будет покупать, они приходится по такой цене брать, потому что по низкой цене, никому это не нужно продавать, ну то есть и сил все усилители возможности вот они тут или иной момент именно как раз показывают спрос и предложения каждый по отдельности они как бы не особо что-то значит а вместе они позволяют найти качественный уровень где вероятность его и будет дисбаланс после предложения который мы и ищем долго-долго я говорил надеюсь такой длинный мой монолог кому-нибудь все к тебе пользу принесет и сможете как-то получше взглянуть на спрос и предложения без всяких скажем так магии и там и одного единственного участника на рынке то есть если рынок свободно это не может быть один единственный участник который всем манипулирует спасибо всем кто дослушал удачной торговли